Путин, Лыжи, Магадан! Украины больше нет! Путина в Гагу! Там его ждут! Скажите спасибо всей милиции, что она вас охраняет сегодня! Это первая за последние полгода массовая публичная акция в Москве, в которой приняли участие тысячи и тысячи человек. Аналогичный марш мира состоялся 15 марта этого года, по этому же маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Весной люди вышли на столичные улицы почти с такими же лозунгами против военного вмешательства в России и в дела Украины, а также в защиту независимых масс-медик. Где Паримет? Где Паримет? Где Паримет? Шествие было согласовано с властями. Сбор участников акции прошел у памятника Пушкина, где и начались первые конфликты с провокаторами. Украины больше нет! Все, кто не работает, все, кто хоть на шару деньги получит, все пятые колонии, все хотят какие-то перевороты делать. В акции Марш мира приняли участие партии Яблоко, РПР Паранас, партия Прогресса, Движение Солидарность и другие общественные организации. Долой мальчизм, сексизм, милитаризм! За последние три года в Москве и в других городах России неоднократно проходили массовые акции протеста. Иногда их численность доходила до 100 тысяч человек. В ответ власти изменили законы, ужесточающие ответственность за нарушения в ходе митингов и демонстраций, вплоть до лишения свободы на пять лет. Почему вот два-три года люди выходят на протестные акции, а результата положительного нет, власть, наоборот, еще больше закручена в Каиде? У вас есть на это ответ? Власть организована, у нее организованная власть в руках, армия и прочее. А эти все вот здесь идут люди, и у всех практически разные мнения. Абсолютно никакого единства нет. Ну, просто выходить на улицу недостаточно, должна быть какая-то политическая инфраструктура, которая все это подхватит, принесет в парламент на выборы и так далее. У нас, видите, до сих пор не прекратились споры на выборы, вообще надо ходить или все это фарс, да, хотя, на мой взгляд, конечно, надо. По пути следования оппозиционеров неоднократно возникали стычки с людьми, поддерживающими сепаратистов Донбасса. Почему акции протеста не приносят нужных результатов? Я думаю, потому что сейчас просто они не могут их принести благодаря силовому перевесу государства. Я полностью убедена, что мы проиграем на силовом поле, если вдруг захотим устроить что-то вроде Майдана, просто потому что у государства есть силовое аппарат, а у нас нет ничего, кроме кучки граждан, которые ничего не умеют, будем честны. Скажите, почему за последние 2-3 года народ массово выходит на улицы Москвы, но результата положительного нет, власть, наоборот, еще больше закручивает гайки? Мало народу выходит. Самое главное, что люди выходят, что они не запуганы. Вы не исключаете, что Путин еще больше будет закручивать гайки, отключит интернет? Будет закручивать резьбу соревнования. Почему не получается отстаивать свободу? Если марш миллионов, то хотя бы миллион выйдет собраться в Москве. Для Москвы для начала. Тогда будут какие-то сдвиги, да? Должны быть. Собрать хотя бы всех, которые стоят за турникетами, но боятся в какой-то степени выйти. Слушай, ну вот вам флаги радуги носить, это нормально, считаете? Да, да, да. Я мужиков сам ненавижу, надоелю, я из-за девушки. Я из-за девушки. Они готовы воплотиться свободой и всеми демократическими завоеваниями ради того, чтобы... ради мифических каких-то имперских амбиций, ради какого-то Крымнаша и чего-то такого еще. Для меня это непонятно, но, к сожалению, видимо, большинство людей пока еще не осознали, к чему ведут вот такие вот жертвы. Когда это их коснется напрямую, тогда, я думаю, наверное, что-то произойдет в их сознании и что-то изменится. Я бы в интернете узнала случайно вчера, что будет вот этот шабаш. И пришла посмотреть, сколько предателей в России. Руками наших ребят тут все задавили. Предатели, что это означает? Так не надо кричать фашистские лозунги. Слава Украине! Какие слава? Кому слава? Украинские! Женщины, я вас умоляю. Специально ведут. Не, 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 ну я вас умоляю. В Киев я ездил, по-русски разговаривал русский город. Женщины, я вас умоляю. Продолжение следует...